Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем наши традиционные телепередачи «Времена событий. Люди». Сегодня, в общем-то, я хотел бы просить вашего согласия подвести итоги нашему разговору, довольно основательному разговору о месте и роли православной религии, православия и христианства в целом в мировой политике, в мировых политических отношениях и делах. Как я уже неоднократно говорил, информационным поводом для нашего обмена мнениями по данной тематике послужило знаменательное событие встреча Папы Римского и Святейшего Патриарха Московского в Гаване, подписавших известную декларацию о совместной борьбе за интересы христианства во всем мире. И, наконец, я вынужден постоянно это повторять. Вы уж на меня не обижайтесь, те, кто постоянно слушает нашу программу. У нас таких слушателей абсолютное большинство. Служу по вашим откликам, вашим, так сказать, смс-кам и интернет-сообщениям в наш адрес. В целом, народ выражает признательность за такой разговор. И прежде всего, то, что мы не стесняемся открыто говорить на темы, которые многими табуируются, причем табуируются сознательно, чтобы потом из этих табу сделать, так сказать, ну, ненадлежащие посылы и выводы. Подведем итоги и наметим эти перспективы. И еще раз хочу сказать, что вот Гаванская декларация, подписанная Святейшим Патриархом Московским и Папой Римским, она безусловно сыграет, уже играет, но безусловно сыграет свою громадную роль в благоприятной, если так можно сказать, обстановке в мировом христианстве. Дело в том, что христианство, с которым пытаются покончить уже не первое столетие, оно живо и останется живым в гораздо более оптимистическом духе, чем, скажем, все эти, так сказать, вот меньшинства сексуальные, интеллектуальные и прочее, которые пытаются, значит, нанести ущерб и вред христианскому движению. Но в данном случае и в данном контексте нашего разговора, и мы согласны здесь с церковными иерархами, речь идет о том, что физически уничтожают представителей христианской веры. Физически. Вот тот же самый святейший патриарх Московский не раз подчеркивал, что убивают христиан, причем вот эта мертвенная статистика, она очень и очень поразительна с точки зрения численности и с точки зрения той наглой роли, которую она играет в мировом общественном мнении и мировой политике в целом. Каждые пять минут убивают христианина. Вот. До ста тысяч человек в год. Ну, представьте себе, какие масштабы. У нас за все десять лет афганской войны, я имею в виду под словом нас, советской армии, погибло 16 тысяч человек. А тут сто тысяч каждый год. Конечно, приходится очень скрупулезно разбирать те факты, которые позволяют нам предотвращать такого рода деяния. И вот одним из таких фактов, на мой взгляд, является трезвый взгляд на то, что получило название так называемое унеадство. Мы показали в предыдущих передачах на ту, я бы сказал, раскольническую роль, которая унеадство, современное унеадство играет на Украине, раскалывая московский патриархат. Мы показали, что такое сектанство. Раскрыли содержание сектантской политики и сектантских действий. Показали то, насколько трудно бывает иногда распознать вот эти явления. Ну, что там говорить про Украину. Я вот житель Москвы, ежедневно езжу, значит, на работу и с работы по Таганской улице. И там пятиэтажное превосходное современное здание. Называется Саентологическая церковь. Простите, мэрия Москвы запретила деятельность этой сектантской раскольнической церкви. Спрашивается, на каком основании остается здание этой церкви. И вывеска, выбита вот такими аршинными буквами, вот, сидят там в окнах, видны, так сказать, отнюдь не какие-то экзотические личности, а самые симпатичные девушки распространяют огромные тонны макулатуры этой Саентологической церкви. На той же Таганской улице находится храм Николы в Студенцах. Это старообрядческая церковь русской православной ветви. В чем, спросите, разница? Мы в предыдущих передачах показали, в чем разница. Троеперстий. Но ведь и старообрядцы, и мы, троеперстия по-своему, все равно троица присутствует. Так в чем же раздел, в чем же раскол, почему же надо делиться? Удивительные вещи. Вот эти канонические и кафолические и прочие, я называю это все специфическими терминами, явления очень и очень любопытны. Так вот, заканчивая разговор о раскольническом влиянии униатства на жизнь украинского народа, я подчеркнул, что униатство сыграло большую негативную роль в этногенезе украинской нации. Дело в том, что после татаро-монгольского нашествия, этнический, если так можно сказать, процесс пошел по трем линиям. Одна славянская ветвь, славянская, восточно-славянская общность разделилась на три веточки. Крупная, великорусская ветвь через Московию, украинская, с Киев и Чернигов, и белорусская, Могилев, Брест, Минск, так сказать. И, конечно, сейчас говорить о том, что у нас, да, мы народ единого корня, но три разных национальных общности. Русская, украинская и белорусская. Это в мировой антропологии общепризнанный факт. Оспаривать его – это безумие. Да и нет смысла его оспаривать. Но научиться жить вместе, научиться жить без оскорблений и унижений друг друга – вот в этом и заключается цель наших передач «Времена, события, люди». Украина, вот после того, как в 1654 году было, значит, восстановлено воссоединение двух народов одного этнического корня, русского и украинского, она, безусловно, стремительно начала укрепляться и развиваться. Ведь фактически, фактически, воссоединение Украины с Россией позволило украинской этничности и украинскому народу создать и начать создавать свою культуру, свой язык, свою, так сказать, идентичность этническую. Именно находясь под, если так можно сказать, скипетром, под державным присутствием Московской Руси, а затем и Российской империи. Вот вы знаете, я внимательно слежу за многими этногенезами различных народов, в том числе и еврейского, может, потому что моя супруга Марина Игоревна Васецкая – кондовая московская еврейка, которая приняла русское православие, понимаете. Вот такой семейный даже опыт, он говорит о многом. Так вот, год-два назад я чисто случайно по телевизору увидел, как выступал бывший президент Израиля Шимон Перес. Он местечковый еврей, откуда-то оттуда, из-под Могилева. И вот он что сказал, меня что тронуло, что поразило, так сказать, в его словах. Он сказал, я готов встать на колени перед великим русским народом и поблагодарить его, что русский народ позволил еврейскому народу, жившему в черте оседлости, создать свою еврейскую культуру. Вы понимаете, ведь первые представители еврейской литературы писали на русском языке. И это никого не обижало. Вы понимаете, какая получается штука? Например, Иосиф Броски для меня такой же еврейский, как и русский поэт, так же, как Иосиф Мандельштам. И вот когда вот такая, если можно так сказать, экуменическая близость, вот такое религиозное и этническое сродство в различных культурах, то этому можно только радоваться. Это не значит, что мы отказываемся от цивилизационных ценностей и смыслов иудаизма и православия. Это значит, что мы сближаемся к культурному восприятию и переживанию действительности, которая свойственна еврею, русскому, украинцу, татарину, монголу и тому подобное. Вот в этом и состоит та божественная сущность, которую выразил Константин Николаевич Леонтьев в своем геневальном труде «Византизм и славянство». Цветущая цивилизация, цветущая сложность цивилизационного развития. Понимаете? Цветущая сложность. Все цветет, или как вот Мао Цзюдут говорил, пусть расцветает сто цветов. Он выразил суть вот этой многоликости, суть межциализационной сопоставимости и сопричастности одно к другому. Вот если бы так развивалась мировая политика, если бы так складывалось мировое цивилизационное сообщество, кто бы возражал? Кто бы возражал? Нет, не так. Западу хочется быть выше других. Западу хочется рассказывать, диктовать. Когда я был в Соединенных Штатах Америки, ну просто я тогда был начальником аналитического управления в Госдуме. Ну и нас, так сказать, повезли туда набираться опыта, так сказать, в Конгрессе США. Я посидел, послушал два дня, плюнул и ушел, потому что неинтересно. Ту дурь, которую они там несли, у них 1200 человек в аналитическом центре, а у меня 21 человек. И мы эту работу выполняем ничуть не хуже, чем они. Мне неинтересно было слушать их, так сказать, высказывания, а им неинтересно слушать наши. Вот это я считаю цивилизационной несовместимостью. Не столкновением цивилизаций, но цивилизационной несовместимостью. Она недопустима в отношениях двух цивилизаций, в отношениях двух культур. Если так и будет и дальше, мы никогда ни о чем не договоримся. Понимаете, вот недавно президент Путин высказал такую мысль, что его приглашали на вот этот ядерный конгресс в Нью-Йорке. Но что, с какой целью приглашали? Там пять секций. На пяти секциях происходит выработка общего ядерного шаблона, которому должен жить мир в 21 веке. Россию записали только в одну секцию. Простите, Россия ни в чем не уступает США по ядерному потенциалу. Это что такое? Это явная сегрегация, это явное неуважение по отношению к нашей восточно-христианской православной цивилизации в лице ее генеративно-политического центра, каким является российская цивилизация. Путин отказался. Ему говорят, что он занимает сектантскую позицию. Да нет, друзья, это вы проявляете сектантство. Если так и дальше будем относиться, то мы далеко не уедем в наших, так сказать, взаимоотношениях. Так вот, уже тогда, когда состоялось воссоединение политическое, этническое, культурное воссоединение двух народов, одного этнического корня, русского и украинцева, и начался новый этап в этнокенезии украинского народа, начался новый этап в развитии православной веры на Украине. Понимаете, если бы этот этап продолжился в том включе, в каком он происходил в 17 веке, в 18 веке, в 19 веке, вы понимаете, при советской власти украинская элита фактически управляла СССР. Говорят, там Брежнев из Курской области, но вся его политическая и мировоззренческая философия была сформирована в городе Днепропетровске. В Днепродзержинске, когда я был комсомольцем, мы ставили ему памятник, бюст. Я не знаю, может быть, эти идиоты уже его снесли, вот, трудно сказать. Но, фактически, Леонид Ильич прошел закалку на Украине, Хрущев на Украине, Каганович на Украине. Фактически, вся советская элита воспитывалась там. Так в чем же дело? Почему проявление вот этой самой убогости, о которой говорил Табаков в отношении Укров, так мешает современной украинской власти понять главное и основное во взаимоотношениях двух частей одной восточно-христианской православной цивилизации. Я не знаю, с чем это связано, но мне думается, что именно вот эта попытка жить за чей-то счет, несвойственная для равноправных взаимоотношений, она проявляется и в этих, как говорится, позициях. Начинаем с религии, а заканчиваем обычной бытовухой. Вот мне представляется, что именно Переяславская Рада, о которой сегодня говорят с таким уничижительным знаком на Украине, она позволила защитить православное население Центральной Украины, фактически спасти ее, это население, от этнического и духовного геноцида. Вот, украинская этничность продолжала или продолжила развитие в русле православной традиции. Вот Тимошенко носит эту косу, копируя, значит, Лесю-Украинку. Понимаете, Леся-Украинка одна из родоначальниц нормальной украинской мовы вслед за Тарасом Григорьевичем Шевченко. Понимаете, кто унижал, кто обижал, ну смешно даже думать, смешно даже говорить на эту тему. Понимаете, вся западная литература, Василь Стефаник, Иван Франко, она формировалась, так сказать, под воздействием именно вот этого украинства, а не того украинства, которое было занесено потом, значит, австро-венгерской, галецкой частью западенчества на западную, а затем и на восточную и центральную Украину. А вот в этом смысле и хотелось бы сказать, что как раз именно вот такое развитие украинской этничности позволило ей обрести свой родной язык или мову, свою культуру, свое место и роль в восточно-христианской православной цивилизации. Ведь никто же не отрицает этой роли, ведь никто же не унижает украинского православного духовенства, украинской православной, если так можно сказать, традиции. Никто, никому это не нужно. Киево-Печерская лавра, она является сокровищницей всего мирового православия. Кто был там в этой Киево-Печерской лавре, согласится со мной, понимаете, вместе надо охранять ее. И слава богу, я пока очень удовлетворен, что не удалось никаким раскольникам захватить эту жемчужину русско-украинского православия. А вот с западными украинскими ошметками, по-другому и не скажешь, одураченными униатством, произошла форменная трагедия. Эти ошметки оказались разбросанными между разными этническими и религиозными общностями, каким-то чудодейственным образом влочившими свое полужалкое, полунищенское существование в Австро-Венгрии и Османской империи. По-другому тут и не скажешь, вы понимаете, по-другому тут. У западенчества не сложилось ничего, ничего из того, что позволяет, позволяет этнической группе развиваться и прогрессировать в виде общности. Вы видите, какая штука? Начали с православия, а перешли к этнической. Потому что это взаимосвязанные вещи, это взаимосвязанные. И если мы этого не понимаем, то трудно будет найти взаимодействие и цивилизационное развитие наших взаимоотношений. Ни территории, ни языка, ни культуры, ни, наконец, собственной религии у этого западенческого униатства не было и нет. Они все захватили последние 5-10 лет. Вот метод самозахвата. Вы создайте свое. Нет, не умеют, не получается. Мы лучше заберем, сничтожим, сруйнуем. Ну, так далеко не уедете, друзья мои. Вот, жизнь взаймы, я бы так это определил. Был какой-то польский фильм, сейчас забыл, там, где Цибульский и Тышкевич в главных ролях. Все понадергано ото всех, понимаете. А в результате ничего, кроме убогости и ненависти на свою беспомощность. Вот это трагедия этой части, даже не субэтноса, а именно этнической химеры под названием униатское западенчество. Как политический материал, претендующий на самостоятельность, западенчество оказалось никому не нужным. Рано или поздно от него откажутся США, как отказалась гитлеровская Германия. Бендеру, если вы помните, посадили в концлагерь, как собаку спрятали, чтобы не алкало. Никому не нужен Бендера со своей, так сказать, западенческой, униатской незалежностью. Потому что главное предназначение этого политического материала – дезинтеграция и раскол здоровых политических сил и этничности на современной Украине. Ну и, наконец, какой вывод я могу сделать из нашего разговора? Значит, украинский конфликт-воронка, который сегодня демонстрирует нам свое очередное развитие, характеризуется следующими семью. Я назову их, а если будет желание, мы их потом разберем. Чертами. Первый. Цивилизационный элемент – это гибридная война западнохристианской цивилизации против восточнохристианской православной цивилизации руками вот этого униатского западенчества. Второе. Геополитический конфликт. Западнохристианская цивилизация пытается оторвать Украину от восточнохристианской. Третий. Политический. Это разновидность гражданской войны за государственный суверенитет русскоязычного насоления Украины, за права и свободы русского и других этнических общностей. Четвертое. Этнический этноконфликт между формирующейся украинской этнической общностью с уже сформировавшейся русской этнической общностью, составляющей на Украине по разным оценкам до 50% населения страны. Пятое. Это конфессиональный конфликт униатской церкви с русской православной церкви путем замены православия униатством, как худшего сорта сектанства. Шестое. Военная, несправедливая захватническая война со стороны нынешней киевской власти и справедливая оборонительная война со стороны ополченцев Донбасса. И, наконец, седьмой элемент этой украинского конфликта воронки – информационная война в виде промывания мозгов, лжи, замалчивания и фальсификации фактов средствами массовой информации подчиненными киевской власти. Вот позвольте мне на этом закончить наш разбор религиозной конфессиональной темы в мирополитических и мировых политических процессах, которые характеризуются современным развитием событий. Еще раз напомню, что мы начали анализ Гаванской декларации, заключенной между святейшим патриархом московским Кириллом и римским папой Франциском, а закончили, как видите, анализом положения дел и ситуации восточно-христианской православной цивилизации. Ждем ваших откликов. До свидания.